Сейчас я немножко чуть-чуть назад вернусь, да? Вот. И расскажу дивную ситуацию, да? То бишь, я, честно говоря, всегда думал, что может быть, сединяется с Россией. Да, я всегда так думал. Но сегодня сейчас не только город мне показал, мне показали вы, мои любимые зрители, что даже если у меня серьезная болезнь, я, похоже, с этого города никуда не поеду. Потому что вы мне помогли. Вы мне реально помогли. Как вы думаете, вот в какую сторону и сколько денег обошлось за это лечение? Видите? Опухоль головного мозга, гриобластома. 2 миллиона 700 тысяч рублей. Как вы думаете, были у меня такие деньги? Нет, их не было. Естественно, не было. Кое-что, половина на половину я собрал, продав что-то. В конце концов, извините, за три года я же тоже должен был хотя бы что-то заработать. Так я все это дело потратил на себя. Средний уровень доходов. Вот он туда и ушел. Было вообще как-то круто, да? Теперь вариант номер другой. К сожалению, мне пришлось продать свою машину. Ну, я ее не совсем продал. Вот, к слову о том, как бы вам было бы необходимо машину продавать и брать за это дело сразу же все деньги. Потому что я продал ее в рассрочку. Две машины я продал в рассрочку. С первой машины у меня были такие же косяки. То есть человек долго-долго мне платил. В итоге в оконцовке я забрал у него Нокия 88-00. И этот человек вообще решил меня кинуть. То есть он мне заплатил 200 тысяч за машину. Оговоренность была 350 тысяч. Он сказал, что в течение двух месяцев я тебе все это дело отдам. В течение двух месяцев мне сделали операцию. И он подумал, что может быть я оттуда и не выкарабкаюсь. И решил захопатить себе 150 тысяч рублей. Клево это было, да? Клево. Вот так вот было, да? Но в связи с тем, что я туда залетел, вот, я не заплатил транспортный наук. Я не заплатил его. Ну, мне зачем было это платить, да? А он уже не смог ничего забрать. То бишь, тут ситуация была весьма интересная, да? Я пришел к нему и попросил его, напиши долговую расписку. Он мне это дело сделал. Потому что, извините, подвиньте. Каким образом? Ты же мне деньги был должен. Короче, в итоге. Прошло определенное время. Но машину я ему не отдал. То есть у меня были ключи дополнительные. Свои личные ключи. Вот. И уже потом, через некоторое время, не проплачивая тот долг. Сейчас объясню ситуацию. Долг был в пределах суммы, которую я мог бы поплатить. То есть сумма была 3000 рублей. Представляете? Если бы была сумма 5000 рублей, я бы за границу бы и не выехал. То есть я смог выехать. Потому что, ну, понятное дело было, да? То есть остальную часть лечения получил в Турции, естественно. Я ждал, 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 ждал этого человека. То есть деньги он мне, естественно, не отдал. Ну, а потом накопился еще один долг. И в итоге оказалась замечательная сумма. Но перед тем, как, в пункт номер один я спросил, а почему ты мне деньги не отдаешь? Он сказал, ну, ты же мне продал машину с неисправной коробкой. Я говорю, погоди, погоди. Ты какую машину купил? Ты на ней прокатился? Прокатился. Она тебе понравилась? Понравилась. Какая может быть неисправная коробка? Вот она у меня сломалась. Я говорю, слушай, это не мои проблемы были. Если бы ты сразу мне сказал, что тебе машина не понравилась, я бы, естественно, тебе не продал. Я говорю, верни мне мои деньги обратно. В результате он меня решил швырнуть. Ну, в результате был суд, суд, пятое-десятое. В итоге он мне и через суд это дело не отдал. Но общая тенденция была следующая. Я посмотрел и объяснил ему, что если бы я ее забрал, естественно, потому что другого варианта это и не было. То есть я ее не перепродал человеку, понимаете? То есть если у вас что-то будет, и разговор будет в плодосрочном гашении, в смысле в многосрочном гашении, то есть это будет типа кредит, который вы выдаете, внимательно все это дело прописывайте и объясняйте ситуацию. Если вы хотя бы на день задержите платеж, я машину у вас изымаю. День не изымаете, никаких проблем. Так человек потом, после того, как посмотрел на меня, так и поступил. Ну вот и все. Но в результате, кого он решил швырнуть? То есть он решил швырнуть человека больного онкологией. Спасибо тебе большое, господин Макс. Хотя он не есть Макс, по сути. Так это просто принцип такой. Таким кренделям машины лучше не продавать. А чем этот крендель насолил, вы сами знаете. Сумма в 2 миллиона 700 тысяч была еще не та. Китай зацепил еще пятерочку баксов. И по сути, и когда были очень нужны деньги, да и сейчас, человек так сильно кинул больного онкологией. Может быть вам это нужно, но зачем так это делать? Зачем быть Марсом Мазитовым, я не понимаю. Еще раз говорю, таким людям машину не продавайте. Вообще, имейте правило. То есть, если машину продали, то все, до свидос. Никаких кредитов, никаких проблем не должно быть у вас. Потому что это ваша работа. Понимаете, да? Это мой результат, который я вам говорю. Никаких тараканов не должно быть. Рассчитались и вперед, и спешили. И поехали. Чтобы таких говнюков, как вот этот Макс или Марат, я уж не помню, как его зовут. То есть Макс для эфира, а все остальное, ну вы понимаете, да? То есть, чем я приятен, да? То есть, у меня все это дело в архиве есть. Я могу все это дело вам показать. Чтобы вы поняли, что с такими людьми лучше не общаться.